Только 10-я частка старого автомобильного масла трапляет в Беларуси на перопроцовку. Остальное сливается, те спаливаются. Кажут специалисты и додают. Один литр такого масла, который трапит в землю, может забрудить до тысячи тонн грунтовой воды. Какая-то альтернатива протягнет Алена Милешанкова. Второе моторное масло – проблема не только экологам, а и у гобули громадства. Сдать выкоростный продукт на перопроцовку – один и правильный и экологичный способ его утилизации. Недавно только установили данные емкости. Немножко идет, конечно, по городу через наши приемы изготовительных пунктов информации по данному направлению. Население немножко уже активизируется. Ну и в последующем мы очень сильно надеемся, что объемы данного сбора отходов возрастут в разы. Зараз каждый может приехать на предприемство, взять шкодный продукт и отримать гроши. Однако, по слову специалистов, по коль, люди не надто активные. Махчима справа у дефиците информации. Из 60 литров нефти получается всего лишь 15 литров масла. А из 1,6 литров масла, обычная 1,5 литрова бутылка, получится литр очищенного масла продукта. То есть, в принципе, подлежит переработке 95%. Взливать и полить моторное масло заборонено. Для тех, кто не ожидает прокрымливаться закона, экономичный эффект может оказаться отворотным. За нарушение правил обращения с отработанными маслами предусмотрена административная ответственность. На физические лица предусмотрена административная ответственность до 50 базовых величин. На юридическое лицо до 1000 базовых величин. На индивидуального предпринимателя до 200 базовых величин. Олена Мельшанкова, Миколай Соболев, Новинирегион.